Здравствуйте! В эфире программа Мирообразование. Сегодня в выпуске. Курсы Microsoft. Дополнительная гарантия молодому специалисту при устройстве на работу. Шоу японских барабанщиков Ямато в гостях у московских школьников. Посмотрите на мир глазами детей. Конкурс экологического рисунка и плаката. На вопрос, для чего вы получаете высшее образование, многие ответят. Высшее образование – это билет в достойную жизнь, некая гарантия при поступлении на высокооплачиваемую работу. На самом деле, далеко не все молодые специалисты могут сразу устроиться в хорошую фирму. И дело тут не в качестве знаний. Часто не хватает дополнительной подготовки, свободного владения иностранным языком или знания определенных компьютерных программ. Сегодня многие компании сделают свой выбор в пользу сотрудника, который имеет на руках сертификат о том, что он прошел специальные курсы обучения и владеет самыми современными информационными технологиями. Мы привыкли считать, что расширенные или более углубленные курсы – это всего лишь собственные амбиции знать чуть больше, чем твой однокурсник. Но было бы заблуждением недооценивать роль дополнительного обучения при одновременном получении основного. Так считают в одном из ведущих вузов страны – Современно-гуманитарная академия, которая уже пять лет успешно сотрудничает с признанным мировым лидером в производстве программного обеспечения корпорацией «Майкрофольт». В настоящее время знание основных пользовательских офисных программ нужно любому специалисту на выходе из вуза. Это может быть юрист, экономист, менеджер, учитель. Такие специалисты могут работать в современном офисе на любом предприятии в рамках своей специальности. Поэтому вот такое информационное образование, то есть повышение информационной культуры нашего общества, оно универсальное и оно востребовано для любой специальности. Именно чтобы не потеряться молодому специалисту на рынке труда, Академия предлагает новую программу «Бакалавр плюс». За время учебы в СГА они, кроме основной программы, которая им выбрана по направлению, экономисты, юристы, имеют возможность учиться на курсах «Майкрофольт» с квалифицированными преподавателями. По окончании обучения в вузе студент СГА получает не только диплом о высшем образовании, но и международный сертификат «Майкрофольт», признанный в любой цивилизованной стране. По данным опроса IT-специалистов, их зарплата весьма достойна. А это, согласитесь, немаловажно. Барабан – это один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Бой барабанов, слышанный на многие километры, служил древним людям средством общения. Звук этих инструментов рождает в душах людей мистические чувства, поэтому их часто используют на разных праздниках и обрядах. Сегодня самое известное шоу барабанщиков – это японское шоу барабанщиков «Ямато». Но не все знают, что во время своих гастролей «Ямато» дают представления для детей. И это неудивительно, ведь основатель ансамбля, господин Агава, много лет работал в японской музыкальной школе простым учителем и знает, как важны для юных музыкантов встречи со старшими коллегами. Учиться в музыкальной школе совсем непросто. Ноты, гаммы, теория, сальфеджио – выдержать это может не каждый ребенок. Но когда на выступлениях ему аплодируют известные музыканты, это вдохновляет и дает ему силу заниматься дальше. Сегодня на уроке музыки изучают европейские инструменты, а японские национальные практически не изучают даже в японских школах. Поэтому им очень важно, чтобы японские барабаны стали известны всем школьникам. Дать возможность детям поиграть на барабанах – это было не главным для музыкантов. Им было важно, чтобы ребята поняли, что их творчество – это не просто барабанная дробь, а музыка, у которой есть ритм, название, текст и техника исполнения. И только когда дети усвоили правила, они смогли исполнить произведение под названием «Сердце грома». Дети были в восторге от барабанов, но многие из них достали сверны своим инструментом. Ну, я хочу быть артистом, который на балалайке играет. А на барабанах? На барабане мне что-то не хочется. Почему? Потому что мне нравится больше всего гармошка, балалайка и флейта. К своим домашним питомцам все и взрослые, и дети относятся с любовью и умилением. А вот взаимоотношения человека и бездомного животного часто бывают омрачены жестокостью и безответственностью со стороны взрослых. А дети это видят, и дети предлагают свои решения этой проблемы. 15 тысяч ребят из 800 школ, студий, кружков, детских и молодежных организаций объединились, чтобы обратить внимание людей на проблемы бездомных животных и на загрязнение окружающей среды. Цель этой выставки, как и всего проекта в целом, это неделя в защиту животных. Рассказать людям, в первую очередь молодым, людям, ребятам, школьникам, студентам о том, что происходит в животном мире, и как его защитить, и как к нему относиться лучше. Привить любовь и к природе, и к диким животным, и к домашним животным. Дети гораздо активнее к этому относятся, ответственнее и серьезнее, чем иные взрослые. Известно, что рисунки ребенка – это отражение его внутреннего состояния. Свои страхи, обиды, радость, переживания он изображает на бумаге. Глядя на эти работы, становится понятно, что даже пятилетние малыши осознают то, что вокруг них происходит. Голодные бездомные животные, сломанные деревья, замусоренные парки, вырубленные леса – все это в их рисунках. Кошки и собаки, что животные тоже такие же, как и мы, люди. Они хорошие очень. Я вообще всех животных люблю, только у меня ни одного животного нет. Какова ситуация? Я думаю, что немножко плоховато. Лучше бы не было загрязнений. Мы, экологи, будем с этим бороться. Такие выставки проводятся на разных уровнях – от школьного конкурса рисунков «Защиту природы» до международного конкурса экологического плаката. Посоветуйте вашему ребенку принять в них участие. Возможно, это станет первым шагом в его экологическом воспитании. Вопросы образования и воспитания наших детей касаются самых широких слоев общества. Естественно, и государство проявляет интерес и пытается решить проблемы образования и воспитания. О социальной политике, направленной на создание условий для повышения уровня жизни семей с детьми, рассказал на пресс-конференции Игорь Сырников, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы. В четыре раза в столице выросли затраты на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми, которые раньше составляли 5 миллиардов рублей. Наряду с сохранением ранее установленных льгот расширен круг их получателей и предусмотрены новые виды денежных выплат, например, таких как ежемесячная выплата неработающему родителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 3 лет. С мая она составит 1100 рублей, а дополнительное единовременное пособие по беременности и родам женщинам уволено в связи с ликвидацией предприятия будет равна 500 рублей в месяц. Да, может быть эти деньги небольшие, но до этого они вообще не получали никаких денег. И пособие в зависимости от срока беременности составляет от 2300 рублей до 3200 рублей. С начала этого года в два раза увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка от 70 до 150 рублей. Предусмотрен ряд компенсационных выплат на детей из многодетных и студенческих семей, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами, детям военнослужащих. Адресная помощь оказывается в специализированных центрах. Созданы доступные условия для разностороннего формирования личности ребенка, бесплатное посещение музеев, театров, библиотек, спортивных площадок. Со стороны федерального правительства принимаются определенные меры по улучшению социально-экономического положения семьи с детьми. И в их числе повышение в текущем году минимального размера оплаты труда, который планируется с 1 мая увеличить до 1100 рублей. Увеличение размера ежемесячного единовременного пособия при рождении ребенка с 6 тысяч до 8 тысяч. И ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 500 до 700 рублей. Немало внимания столичное правительство уделяет и молодым семьям. В помощь студентам-родителям предусмотрены следующие выплаты. Дополнительное единовременное пособие молодым семьям для родителей не достигли 30-летнего возраста. Это в соответствии с законом о молодежи. Такая существенная мера социальной поддержки молодых семей. И мы с этим столкнулись и почувствовали, когда проводили работу с этими молодыми родителями, которые постоянно ставили вопросы об увеличении этого возраста. И надо сказать, при рождении первого ребенка воплачивается 5 минимальных прожиточных минимумов. При рождении второго ребенка 7 и при рождении третьего 10. В деньгах это цифры следующие. 20 тысяч на первого ребенка, на второго 29 и 41 тысячи на третьего ребенка. Пристальное внимание, отметил Игорь Сырников, уделяется детям-сиротам. Предоставляются психологические и юридические услуги, помощь в поиске работы. Активно идет реализация программы по профилактике детской беспризорности. В приютах созданы условия проживания, приближенные к домашним. Налажено медицинское обслуживание. Сегодня это все, что мы хотели рассказать вам. А в следующей передаче мы поговорим об образовании ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Вы узнаете о том, что устные предметы можно изучать не только в школе. А детский психолог расскажет вам, стоит ли непременно растить из ребенка вундеркинда. До свидания. С вами была Юлия Рокчеева. До встречи через неделю. Всего доброго вам и вашим детям. Продолжение следует...